С 30 сентября по 7 октября воздушно-космические силы России уничтожили 19 пунктов управления Исламского государства, 12 складов с боеприпасами, 71 единицу бронетехники, 6 заводов и мастерских по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств. А ночью 7 октября корабельная ударная группа военно-морского флота России из акватории Каспийского моря нанесла удар крылатыми ракетами по объектам инфраструктуры Исламского государства на территории Сирии. Министр обороны России Сергей Шойгу. Для поражения боевиков кроме авиации сегодня утром привлекли корабли Каспийской флотилии. Четыре ракетных корабля произвели 26 пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр» по 11 целям. Результаты ударов подтвердили высокую эффективность ракет на больших расстояниях — почти полторы тысячи километров. Новость об использовании крылатых ракет взбудоражила мировую общественность. Наши ракеты стали основной темой обсуждения в Атлантическом совете — одном из мозговых центров внешней политики США. Всю операцию провел сторожевой корабль проекта 11661. В качестве противолодочного вооружения на кораблях этого типа предусмотрены два двухтрубных торпедных аппарата 533 миллиметра. Эти приборы на вооружении появились в 1948 году, потом модернизировались. В этом и загвоздка. Никаких других приспособлений для запуска крылатых ракет «Калибр» на этом корабле нет. Торпедные аппараты «Калибра 533» могут стоять на чем угодно — на подводных лодках класса 636, на сторожевиках и даже на поступивших в Каспийскую флотилию малых ракетных крейсерах 21631 «Буян-М». Получается, на палубе торчит старый ржавый торпедный аппарат, а что лежит под палубой — не видит ни один спутник. «Калибр» не попадает ни под один договор о ракетных ограничениях. Это не стратегическая ракета, это ракета неназемного базирования. Максимальная дальность крылатой ракеты — 3000 километров, рабочая — 2600. Ракеты 3М14 комплекса «Калибр» НК впервые представили на выставке оборонных систем в Азии еще весной 2009 года. На вооружение они приняты в 2012. Интегрированные ракетные комплексы «Калибр» предназначены для поражения наземных, морских надводных и подводных целей. Характеристик ракеты в открытом доступе практически нет, так что можно назвать только предположительные значения. Очевидно, что отечественным разработчикам удалось создать ракету, не уступающую своими показателями основным конкурентам. Позиции же исламского государства стали прекрасным полигоном для проверки ракеты в боевых условиях. Глава Объединенного командования аэрокосмической обороны — адмирал Уильям Гортни. Они развертывают управляемые ракеты, которые очень точны и обладают очень большим радиусом действия до такой степени, что их дальняя авиация теперь может не покидать российское воздушное пространство и использовать обычные ядерные боеголовки против целей и критически важной инфраструктуры в Канаде, США и на северо-западном Тихоокеанском побережье. Это заставляет нас ловить стрелы вместо того, чтобы пытаться подстрелить лучников. Теперь пришло время задуматься не только Соединенным Штатам, но и их партнерам по НАТО. До залпа калибров Вашингтон был уверен, что Россия не способна эффективно противостоять силовым действиям Альянса без применения ядерного оружия. Теперь все иначе.